Здравствуйте, дорогие дети! Мы продолжаем решать задачи на рациональные неравенства. Давайте определим цель нашего урока. Сегодня вы научитесь решать рациональные неравенства с методом интервалов. И что же вы должны знать на этот урок? Первое – линейные неравенства и методы их решения. Второе – квадратные неравенства и методы их решения. И, конечно же, метод интервалов для решения неравенств. Давайте рассмотрим. Неравенство, где левая или правая часть и есть рациональное выражение относительно переменной x, называется рациональное неравенство. Давайте рассмотрим виды рационального неравенства. Первое – целые рациональные неравенства. Или же их называют по относительным параметрам линейными, квадратными, кубическими и так далее. Или же дробно-рациональные. Давайте рассмотрим примеры. 5х плюс 1 умножен на 2х минус 1. Меньше нуля. Мы можем сказать, что это квадратная неравенца. Как я это вычислил? Верно. При раскрытии скобок в левой части вы получаете квадратное неравенство. х минус 1 в квадрате больше 6. Верно. С левой части у нас квадратное выражение, а с правой части у нас линейное выражение. Или же даже константа. То есть отсюда и выходит, что максимальная степень данного неравенца будет квадрат. Поэтому мы называем данное неравенце квадратным неравенцем. Рассмотрим примеры для дробно-рационального выражения. Как вы видите, левая часть неравенца содержит в себе дробно-рациональное выражение. И правая часть тоже содержит в себе операцию между дробно-рациональным выражением и целым числом. То есть данное неравенце является дробно-рациональным неравенцем. В примере номер 2 мы видим, что с левой части неравенца дробно-рациональное выражение, а с правой части целое выражение. То есть отсюда и выходит, что данное неравенце дробно-рациональное. Давайте рассмотрим алгоритм решения дробно-рациональных неравенств. Первое. Привести данное неравенство к виду f от x деленное на g от x больше нуля. И, конечно же, знак «больше» неравенства вы можете заменить на другие. Больше или равно, меньше или равно, или строго меньше. Второе действие. Вы должны разложить на множители и числитель, и знаменатель, где каждый множитель будет линейным выражением, зависящее от переменной x. Третье. Нанести на числовую ось все нули и числителя, и знаменателя. В нашем примере это нули функции f от x и g от x. И четвертый этап решения данного неравенства будет выяснение знаков промежутков на данной оси. И пятое. Выбрать ответ в зависимости от вашего знака неравенства. Давайте рассмотрим пример номер один. Решите неравенство, которое дано в виде произведения x квадрат, 3 минус x и x плюс 1, меньше или равно нулю. Так как операция разложения на множители уже выполнена, мы просто ищем нули функции. То есть, x равно 0, x равно 3 и x равно минус 1. Отметим данные корни на числовой оси. Следующим этапом давайте расставим знаки плюс или минус на данных интервалах, которые зависят от положительности или отрицательности выражения. От минус бесконечности до минус 1 у вас знак минус. Так как если вы поставите число, которое меньше минус 1, вы получите, что произведение первоначального выражения будет отрицательным. В следующем промежутке тоже плюс. Так как x квадрат дает 2 корня, равное числу нулю. То есть при четных количествах корней знак не меняется на следующий интервал. И в последнем интервале знак минус. Учитывая, что в неравенстве должно быть выражение меньше или равно нулю, то есть отрицательное значение, я могу переписать ответы от минус бесконечности до минус 1, а также от 3 до плюс бесконечности, включая единицу и число 3. Или же ответы можно записать в виде неравенства. x меньше или равно минус 1, а также x больше или равно 3. Задание номер 2. Решите неравенство. Заметим, дробно-рациональное неравенство. Что мы должны были сделать? Верно. Сначала определяем нули и числителя, и знаменателя. В нашем случае это x равно 10 или x равно 2. Отмечаем данные корни на числовой оси. 2 и 10. Заметим, что оба корня не берутся в решение, так как у нас неравенство строгое. Давайте расставим знаки. В промежутке от минус бесконечности до 2, подставляя число 0, вы можете увидеть, что ваше выражение будет отрицательным. Используя метод интервалов, который говорит, что при переходе на следующий интервал или промежуток, знаки чередуются. То есть в следующем интервале будет знак положительный, в следующем знак отрицательный. Учитывая знак неравенства меньше нуля, мы берем промежутки, где знак минус. x принадлежит от минус бесконечности до 2, а также от 10 до плюс бесконечности. Или же мы можем записать данные ответы в виде неравенства. x меньше 2 или x больше 10. Задание номер 3. Нужно решить данное неравенство. Особенностью данного неравенства является, что по одной части знака неравенства у нас есть дробно-рациональное выражение, а по другую часть число отличительно от нуля. Очень важно, что мы договорились, что дробно-рациональное выражение должно быть f от x деленное на g от x больше или равно нулю. Или же другие знаки неравенства. Но обязательно, чтобы было ноль. То есть обязательно нужно перенести единицу в левую сторону от знака неравенства. Выполняя простое действие, как привести к общему знаменателю, вы легко можете выяснить, что данное выражение упрощается до вида минус x умноженное на x плюс 2 деленное на x в квадрате плюс 3. Обратите внимание на этапы решения данного неравенства. Следующее. Давайте попробуем найти числа, которые обновляют знаменатель. Верно. Никакое число не может обнулить x в квадрате плюс 3, так как x в квадрате всегда не отрицательное число, а плюс 3 будет всегда положительным. То есть у данного уравнения нету корней. Наносим корни данных уравнений, которые мы получили на числовую ось минус 2 и 0 и ставим знаки плюс или минус в зависимости от положительности или отрицательности выражения на данной числовой оси. Мы заметим, если поставим число меньше минус 2, наше выражение будет отрицательным. В промежутке от минус 1 до 0 будет положительным и снова же в следующем промежутке отрицательным. Так как наше неравенство должно быть больше или равно 0, мы берем положительные значения, то есть x принадлежит от минус 2 включительно до 0 включительно. Или же можно записать в виде неравенства минус 2 меньше или равно x и меньше или равно 0. Спасибо огромное за внимание. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова